Девушки отдыхают Здравствуй, ведьмак. Идем. Поприветствуем старого знакомого, как полагается. А вы не страшитесь, ибо скоро настанет конец главенству бесправедного. Я видел сообщение на доске объявлений. Видишь, Пальмирин, я был прав. Достаточно было пройти по следам убийцы Грифона из Белого Сада. И вот, в конце концов, мы отыскали Геральта. Мельтон де Пирак Пиран и Пальмирин де Ланфаль. Рад видеть вас через столько лет. Уверяю, радость твоя взаимна. Прости, что принимаем тебя в таком месте. Когда мы оповестили старосту, что возьмем деревню под свою опеку, он предоставил нам это место для постоя. И уверял, что это лучшее жилище в деревне. Опять ввязались в авантюру. Мы открыли, что с тех пор, как Риданский гарнизон оставил эти места, местных крестьян терзает множество несчастье. Из которых наибольшее – это тирания бандитов. Вскоре разбойники прибудут в деревню, дабы собрать дань. И мы с Мельтоном намерены оказать им прием. Мы оба поклялись хвостовать против несправедливости и угнетения. Тебя это дело, разумеется, не касается, но будь добр. Подожди нас, чтобы мы могли изложить тебе наше дело. После того, как справимся с разбойниками. То есть вы собираетесь выйти к бандитам и сразиться с ними? Пальмирин сперва желает воззвать к их совести. Но мне кажется, что этого будет недостаточно. Это точно. Нужно дать им шанс. Ни раз и ни два бывало, что закоренелый грешник сходил с пути злодейства, выслушав слова осуждения. В этих краях такого не случается. Даже если они не внемлют моему внушению, мы будем знать, что сделали все, что в наших силах. Будь по-вашему. Если Пальмирина подведет его риторика, я вам помогу. Замечательно. Значит, подождем прибытие разбойников. Едут! Едут! Слышите? Похоже, прибыли ваши разбойники. Так выйдем их поприветствовать. Слышите? Слушайте, нечестивцы! Хе-хе, это он нам! Я, Пальмирин Делонфаль, призываю вас к раскаиванию. Смотритесь в ваши сердца, или вы не видите, что они черны. Хе-хе, вот потеха, ну дела. Не годится притеснять слабосильных и грабить их имущество. Сойдите с пути преступления, и мы оставим вас в покое. Ха-ха-ха-ха-ха! Ну ладно, пошутили, посмеялись, а теперь валите отсюда. А то я сейчас терпение потеряю, а вы еще кое-чего. Не, погоди, Дон, они такие потешные, может еще фокусы какие покажут? Эй, комедианты, а жонглировать умеете? Или так, чтоб один огнем дышал, а другой пергел, а? Сдается мне, что их совесть глуха. Ты старался, друг. Довольно болтовни. Клянусь честью, я вызываю вас всех на бой. За ту сент. За бакалер! Мое имя журавля, защищайтесь, ублюдки! Ну что, паскурат. Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok Кое-что в Баклере успело измениться Осмотрись при случае, сам во всем убедишься Как по мне, Баклер всегда был такой сказкой Рыцари, эльфские дворцы Ты что, хочешь сказать, что мы чудные? Ты заблуждаешься И в том клянусь я цаплей Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok За мою госпожу! ДимаTorzok, берегись! Я поклялся, что убью чудовище! ДимаTorzok, берегись за всех и все за одного! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кидаться на великана в одиночку? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Какой же даме ты поклялся, что убьёшь для неё чудовище, а? Прекраснейший из всех. Не хочет называть имени, так пускай не говорит. Я не знаю вас, господин, и вы не похожи на рыцаря, но обязан поблагодарить за то, что вы пришли мне на выручку. Этот трофей полагается вам. Странно. Великаны обычно избегают населённых мест. Это не простой великан, а прославленный Голиаф. Говорят, некогда он был рыцарем, но нарушил свои обеты, и за это владычица озера обратила его в дикого гиганта и изгнала на гору Горгону. То есть он спустился с гор. Пару раз в год голод выгонял его в долину. Голиаф убил множество пастухов. Так что Гильом сражался с благой целью. Ну что же мы вот так стоим и болтаем в чистом поле? Я принимаю трофей, почему нет? Может, кто-то за него заплатит. А ты неплохо сражался с великаном. Ты уже дрался с чудовищами? Нет. В Тусэнте мы сражаемся в основном с разбойниками. Но я присягнул, что принесу даме моего сердца голову монстра по образцу славного Готфрида, укротителя великанов. Надеюсь, ты не станешь охотиться на бестию. Оставь это дело Геральту. Меня ждёт другое испытание. А если Геральт желает заняться бестией, пускай знает, она напала снова. В излучине рядом с Куралиском река выбросила на берег тело. Там сейчас гвардейцы Дамьена де Латура ищут следы. Гвардейцы ищут следы? Поехали туда поскорей, пока они всё не затоптали. Отправляйтесь. Я уведомлю её милость, что Геральт уже прибыл. А после давайте встретимся на турнирных полях у палатки Гилёва. И я сопровожу вас к княгине. Хорошо, что ты нас нашёл. Отважный парень этот Гильон. Польмирин позаботился о его воспитании. Это его родич. Ведьмак, ведьмак. Калывать надо. Никак не привыкну к этой вашей рыцарской манере речи. Особенно, когда вы говорите то цветисто, то обычно. Мы странствующие рыцари на службе досточтимой княгини. Посему, когда мы выступаем от её имени, мы связаны традицией. Нет никого. Должно быть, уже забрали тело. Осмотримся, не пропустили ли они чего. Подкованные сапоги, много следов. Княжеская стража. Пойдём посмотрим, куда они пошли. Они шли вдоль линии берега. Может, река выбросила тело на берег? У нас гости, берегись. Продолжение следует... По славу я седлостью, я вас на котле не прорву. Нехорошо. Я вас всех тереблю! Не будьте обетонны пират-пират! Ха! Их сюда запах крови появлялся. Ищем дальше. Все, что приносит течение, попадает на эту отмель. Да. Смрад ужасный. Кровь. Гвардейцы вытащили эти сети из воды и разрезали, чтобы достать тело. Я нырну, посмотрю. Может, они что-то упустили. Посмотри на глубокий след. Уплыли отсюда на лодке, причем недавно. Должно быть, они погрузили на борт тела из сетей. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Так, чиновник просит о помощи. Удастся неплохо заработать. Клянусь честью, неужели повар как раз готовит паштет? Не иначе, господин Депейрак Пиран. Долго же мы вас не видели. Милости просим вас к столу. И вашего товарища тоже. Но ответьте, почему я не чувствую запаха похлебки из раков? Похлебки сегодня не будет, потому как раков нет. Вы, может, и не слышали еще, но я нашел сегодня в сетях мертвеца. Встал я чуть сверху, как обычно. Смотрю. Небо красное. Мы как раз по поводу этого мертвеца. Видите ли, человек, которого вы пригласили к столу, был призван сюда из чужеземных краев, досточтимой княгине, дабы выследить и убить бестию. Мы пригласили к столу двоих, но поскольку господин Депейрак Пиран темпераментом похож больше на зайца, чем на гончую, я так полагаю, что речь идет о другом гости. С кем имеем честь? Меня зовут Геральт. Скромный вы человек. Должно быть, мало общались еще с господином Депейрак Пиран. Довольно меня подначивать. Геральт мастер ведьмачьего цеха. И у него к вам есть вопросы насчет последней жертвы бестиги. Тело я обнаружил. Солнце только всходило, когда я по своему обычаю проснулся, сел на кровати, посмотрел в окно, гляжу, небо красное. Спрашивай, Геральт, не то мы тут до зимы останемся. Мне надо осмотреть тело. Знаешь, куда его забрали? Его перевезли на лодке на другой берег реки, потом погрузили на телегу и отвезли в подвал в Хорвобьянку, чтобы держать на холоде. Что? Хорвобьянка — это вотчина барона Россина. Если он узнает, что ему из винного погреба сделали мертвецкую, он собаками затравит. Пока вы были в отъезде, винодельня была продана с аукциона. Кто это был? Та женщина, которая вышла. Я не заметил, чтобы она входила. Это должно быть Линка, дочка кабачика. Погоди, Геральт, а то у меня сейчас удар хватит. То есть, как винодельня продана? Не может быть! Ну, ни для кого не секрет, что барон по уши увяз в карточных долгах. Кредиторы, в конце концов, захотели вернуть свое. Княжеская канцелярия скупила все на корню, а Россель сидит теперь на содержании у брата, в Вековарах. А я ведь говорил Росселю, что он доиграется. Сколько можно жить за прежние доблести? Кредиторы, в конце концов, сообразили, что обещания ничего не стоят. Такие времена. Современные рыцари — лишь бледные тени прежних героев. Правду говорят, что бестию наслали боги в наказание за упадок прежних обычаях. Значит, говорят, бестия — это кара богов? Рыцари отступают от давних обычаев. Прежде они были защитниками княжества, теперь они превратились в крохоборов. Как дам тебе сейчас! Пусть говорит. Княгиня торгует титулами и возводит в достоинство грешников. Мы свернули с пути добродетели, утратили милость богов и боги наслали на нас кару. Не слушай этих бредней, Геральт. Он наверняка подслушал их у какого-нибудь уличного вещуна. По правде сказать, этих вещунов последнее время высыпало, как у больного Чириев, и все твердят то же самое. А что еще о бестии рассказывают? Кроме того, что это божья кара. Люди не так глупы. Они видят, что бестия убивает только в дни святых покровителей. Какая придирчивая. Благодарю за гостеприимство. Мне пора. Пойду осмотрю тело. Корва Бьянка недалеко отсюда, у турнирных полей. Просто не сходи с дороги. Наверняка не заблудишься. Ты не поедешь со мной? И правда. Тебя же ждут какие-то обязанности. Какие-то. Еще до отъезда в Велин достопочтимая княжна оказала мне великую честь и в этом году назначила на роль зайца в большой игре во дворцовых садах. Увидишь меня в костюме, просто лопнешь со смеху. Меня так и подмывает спросить, в чем здесь дело. Ну, похоже, это долгая, запутанная история, без сомнений уходящая корнями в давние традиции. Всего доброго и удачи тебе, Мельтон. Зараза. Убийца еще где-то здесь. В подвале. Следы маленьких босых ног ведут в подвал. Его швырнули о стену с огромной сыгрой. Ты? Ты была на постоялом дворе. Зачем ты убила этих людей? Дело ведь не в жажде крови. Нам не обязательно драться. Я не могу отпустить тебя. Дело ведь не в жажде. Дело ведь не в жажде. Она убила всех этих людей, чтобы добраться до дела, что Брукса делала устава. Ах, ну и вонь. Тело разбухло от воды, руки отсечены. Его четвертовали, как я и думал. Третья рука. Запасная? Она принадлежала не жертве, но стражники, должно быть, этого не заметили. Просто собрали все, что нашли. Как такое может быть, что она все еще теплая? Из нее течет кровь. Некоторые виды существ склонны к регенерации. Но я никогда не слышал, чтобы отрезанная конечность Столько времени оставалось жива. Позже изучу ткани повнимательнее. Может, что-нибудь узнаю. Он долго лежал в воде. Голова распухла, на ней видно несколько укусов. Хм, у него в глотке что-то есть. Кошель, победы монетами. Мельфгардские флоры. Из разных провинций. Если это сделал убийца, то мы имеем дело с разумным монстром. Тело разрубили на куски уже после смерти. Удары наносились с большой силой, но кости рассечены, не перебиты. У существа, которое его убило, длинные когти, острые, как ведьмачьи мечи. Сперва оно пробило ими сердце жертвы. Его убило не Брукса. Подведем итоги. Убийца, скорее всего, чудовище, не Брукса. Тогда зачем вампирша пришла за отрезанной конечностью? И какому существу принадлежит кисть? Почему она так долго сохраняет тепло? И, да, зачем в глотку убитому сунули кошелек, а тело изрубили? Много вопросов и мало ответов. Надо разузнать о предыдущих жертвах. Попрошу Польмерина доставить меня к княгине.